Коллеги, еще раз добрый день. Рады приветствовать вас всех на вебинаре тест-драйв системы бизнес-аналитики Visiology. Предлагаю начинать. Меня зовут Виктория Козлова. Представляю направление бизнес-аналитики в компании BI Consult. Со мной сегодня моя коллега Александра Смирнова. Со стороны Visiology сегодня с нами Максим Губин. Это старший аналитик продукта Visiology. Отмечу, что Максим проводит обучение как пользователей, так и разработчиков. Прежде чем начинать, я предлагаю немного рассказать вам о компании BI Consult, кто мы такие, чем занимаемся. Мы на рынке с 2009 года и на протяжении всех 13 лет занимаемся тем, что внедряем в компании систему бизнес-аналитики BI, как отечественную, так и зарубежную. В нашем арсенале есть собственный учебный центр. На сегодняшний день мы обучили более 500 специалистов, выдаем сертификаты и проводим тестирование. То есть это не просто обученные сотрудники, а уже проверены, подтверждены своими компетенциями. Под внедрением, когда я сказала ранее, что мы внедряем проекты, имеется в виду то, что мы ведем полный цикл работы. В него включается написание технического задания, проектирование будущей системы, настроение озер данных, полноценных ДВХ-хранилищ, если это необходимо, в рамках проекта. И, соответственно, обучение конечных пользователей, так как я ранее сказала, и команды разработки. То есть как пользоваться системой правильно, ведь важно не только настроить красивые дашборды, но уметь ими и правильно пользоваться для того, чтобы получать как можно больше бизнес-эффективность. И команда разработчиков. Если у вас, кстати, есть сейчас разработчики, которые хотят изучить новую бизнес-систему, мы также их можем обучить. Как мы подходим к управлению проектом? То есть всегда есть какая-то команда с нашей стороны и со стороны заказчика. Здесь краткая информация, то есть сейчас на ней не будем останавливаться. Более подробную информацию, какие биосистемы сейчас есть на рынке, можно найти на нашем официальном сайте DataFinder. Скажу сразу кратко. Плюс интересный то, что, зайдя на наш сайт, вы увидите раздел «Курсы». И можно увидеть курс, как раз посвященный нашему вебинару сегодня, «Визиологи». Это учебный курс «Визиологи». При нажатии на него у вас сразу же откроется краткая информация по тому, что входит в него. Это такие видеоролики. То есть если вы их все просмотрите, сделаете пошагово, то вы получите первый свой дашборд в системе «Визиологи». Если вас интересует любая другая платформа, в курсах вы также можете увидеть. Если интересуют более углубленные информации, то вы всегда можете задать нам вопрос с сайта, и вам пришедут актуальную информацию, то есть какие курсы, какое расписание сейчас у нас есть, или подберется индивидуально. Также на сайте есть раздел «Платформы». Можно также найти информацию по «Визиологи». И вы увидите, из каких модулей он состоит, какие-то есть преимущества, также как система масштабируется, какие есть административные возможности по безопасности, модели лицензирования и системные требования. Это кратко о том, что есть интересного, и можно посмотреть на сайте для того, чтобы лучше узнать. Сразу проговорим орг-моменты. Все вопросы просьба писать во вкладке «Вопросы». После каждого блока будем отвечать на вопросы, но некоторые можем сразу отвечать в чате. Модерация вопросов будет заниматься с нашей стороны Александра, где находится эта вкладка. В браузере в правом верхнем углу есть чат, который у вас сейчас открыт по умолчанию, и рядом такая же вкладка есть со знаком «Вопросы». То есть в него пишите вопросы, и можно будет отслеживать, кто написал. Это сделано для того, чтобы в чате ничего не упустить. И потом, соответственно, все получили ответы на свои вопросы. Часть вопросов мы будем озвучивать в режиме эфира, часть, соответственно, уже здесь могут все пользователи зайти и посмотреть ответ на вопрос. Когда говорим про BI, то все сразу представляют красивые дашборды, интерфейсы, отчеты. Но мы с вами понимаем, что это лишь вершина айсберга, так как 20% это интерфейс, а 80% это архитектура. Сюда входит и построение архитектуры, и построение моделей данных, обучение сотрудников, валидация, то есть то, чтобы код был с вами правильно написан. И цель нашего вебинара – это максимально показать весь процесс внедрения BI. После вебинара у вас должно сложиться понимание по архитектуре решения, алгоритму внедрения, какая команда нужна для внедрения, ну и вообще, что делать для того, чтобы в вашей компании появилась система визиологи. Сегодня мы решили немного изменить подход. Как вы знаете, вчера был первый вебинар «Поле аналист». И сегодня мы решили собственноручно провести тест системы и узнаем все подводные камни в режиме онлайн, какие есть у системы и какие есть преимущества. Конечно, есть вещи, которые в режиме реального времени мы с вами сделать не сможем, например, это ETL-процесс. И сразу отмечу, что у платформы нет встроенного ETL-инструмента, поэтому мы использовали Vitrax. Это также продукт визиологи с целосвободным кодом на языке Python. В рамках вебинара дальше Максим все покажет и расскажет про данный шаг. Передаю слово Максиму тебе. Коллеги, добрый день. Я рад вас всех видеть, рад поучаствовать в данном вебинаре и с своей стороны, и со стороны компании Визиологи. И, соответственно, сегодня моя цель будет показать вам... Ну, я вначале расскажу немножко о том, что из себя представляет компания, немножко об истории ее. И, соответственно, расскажу о том, как... Ну, какими этапами... Какие компоненты в ней есть. И вот на примере сегодняшнего вебинара мы попробуем тоже... Я помогу построить дешборд, там, в смысле, по загрузке данных до непосредственно публикации и просмотра этого отчета. Значит, ну, начну я с такой небольшой презентации, которая у нас есть о подпродукте. Сейчас я расшарю экран свой. Так, я надеюсь, мой экран виден. И что из себя представляет платформа Визиологи сейчас? То есть это не только набор инструментов, которые у нас предоставляются непосредственно в виде программного обеспечения. Это еще у нас и такие сопутствующие всегда элементы, как экспертиза. То есть мы имеем опыт больших внедрений в различных компаниях, в различных сферах. Это экосистема, которую мы развиваем. Туда входят и наши социальные сети, там, в том же Телеграме, где у нас есть открытое сообщество аналитиков, в котором вы можете общаться с коллегами, либо с нашими экспертами. И также это продукты, в том числе не только наши внутренние, а еще те продукты, с которыми мы интегрируемся, с которыми у нас тоже есть партнерские соглашения, с которыми мы можем работать. Значит, что входит у нас в экспертизу? Ну, во-первых, это наш опыт. То есть мы на рынке бизнес-аналитики уже порядка 7 лет, на рынке визуализации еще больше, это порядка 12 лет. И у нас уже в портфеле более 100 проектов, которые мы реализовали в различных областях внедрений. Соответственно, также у нас в нашу такую экосистему входит обучение. То есть мы всегда открыты новым пользователям и стараемся на старте максимально дать информацию, чтобы пользователи самостоятельно могли иметь опыт работы с платформой. До этого мы проводим два раза в месяц открытые демонстрации по платформе и также проводим открытое обучение с показом такого тоже базового кейса. И также у нас помимо базовых таких решений есть курс по Data Driving Management. У нас в нем участвует наш генеральный директор и партнер его Алексей Колков. То есть там это с точки зрения управления бизнесом решение по аналитике встречается. Под экосистемой у нас понимается, это наши интеграции с нашими партнерами. То есть у нас существует большой портфель партнерских проектов и технологические партнеры, вот в частности, связанные там по большей части с базами данных, такие как ClickHouse, Vertica, Яндекс.Клауд. И также связаны с ETL-инструментами. Тут у нас представлен Apache Reflow. И также наш встроенный инструмент... Ну, не встроенный, а наш продукт, который мы тоже преподносим, как ETL-инструмент для разработки, которого мы принимали участие. Это инструмент Vextract. И также у нас есть образовательные инициативы с Институтом бизнес-аналитики Алексея Колокова и Smart Data Lab. По внедрению, то есть мы имеем такой классический... Представляем такую классическую BI-систему, которая построена на базе Lab-модели, куда поступают внешние данные, которыми по помощи нашего инструмента визуализации мы можем визуализировать, в том числе дополнительно использовать и инструменты по интеграции там с питоном в качестве продвинутой аналитики, и отдельно мы выделяем визуализацию, так как у нас очень гибкая визуализация в плане... Мы можем сверхстать дешборд под любой экран, то есть от мобильного приложения, да, до, соответственно, коллективной стены, ну, коллективной видеостены, которая, в общем, там часто ставится, там, допустим, в каких-то ситуационных центрах и, соответственно, для такого коллективного управления. Из двух таких основных вещей, которые в нашей платформе существуют, это у нас представлен Visiology дешборд, это, собственно, сама биосистема, которая хранит, визуализирует данные, и отдельно у нас представлен Visiology Smart Forms, который у нас хранит, позволяет собирать данные, помимо того, что их хранить. То есть это некая система консолидации отчетности. Так, более подробно, наверное, тут сейчас время тратить не будем, то есть здесь это такая общая демонстрационная часть. Ну, вот пример тех компаний, которые у нас самостоятельно с нами работали, такие крупные компании, как Русская медная компания, Руссети и различные ситуационные центры, это все они реализовывали на базе нашей платформы. Также у нас есть виртуальный аналитик VTALK, который позволяет нам в режиме такого ad hoc режима общаться с данными. И, соответственно, также у нас, ну, почему выбирают именно Visiology, то, что нам важно, еще раз повторюсь, не только инструмент, то есть мы позиционируем нашу биоплатформу не как инструмент, но и как возможность бизнесу получить какую-то выгоду при помощи этого инструмента. То есть это не только набор каких-то программ, а это набор практик, методик и общих решений, которые у нас уже с нашим опытом у нас за такое продолжительное время накопилось. Ну, в целом, наверное, ну, давайте еще закончу вот этим слайдом по такой нашей технологической базе, то есть на базе чего мы работаем. То есть важно то, что наша платформа устанавливается на Linux-подобные операционные системы, в том числе и на операционные системы, сертифицированные по VSTAC, такие как RDoS, AltLinux, AstraLinux. И, соответственно, у нас есть еще отдельный сертификат соответствия VSTAC, который мы ежегодно проходим на предмет соответствия безопасности по шестому уровню доверия. Ну, и также наша платформа входит в список Минкомсвязи как производитель отечественного пола. Так, в целом, наверное, про нас я вкратце так все рассказал. Давайте по плану дальнейшему, как мы идем. Ну, пока вопросов у нас нет, тогда предлагаю перейти к основной части, то есть тест-драйва системы аналитики и визиологи. Как вы знаете, самое главное, ну, прежде чем начинать любой проект, это техническое задание. То есть, конечно, оно у нас тоже было, потому что просто так что-то делать, проводить тест-драйв, его нельзя. Наша цель была самая стандартная, простая. Мы взяли компанию дистрибуции, одежды обуви по всему миру. Сразу говорю, что данные выдуманы, поэтому там английские названия, они не подтверждены ничем. Снимаем этот вопрос саранее. Что мы сделали? Написали техническое задание, что есть некоторый Михаил, владелец, который любит путешествовать и хочет получать отчетность из любой точки мира. Есть задача, что для него важно, и что бы он хотел смотреть дополнительно. Также заранее были подготовлены три источника данных. Это Excel-файл и, соответственно, XSS-база для того, чтобы смоделировать более реальную ситуацию, и XML-файл. Структура была разная, разрозненная, и, соответственно, сегодня мы посмотрим, как собирать модель данных, как нужно обрабатывать полный ETL-инструмент, как загружать данные визиологи, и построим дашборд руководителя. Как ранее говорила, то, что построить, то есть закрыть блок ETL процессов визиологии не представляется возможным, поэтому мы использовали инструмент VTRAX, и здесь уже Максим сможет более подробно рассказать, то есть как это было сделано, и покажет, что получилось на выходе, и непосредственно про сам инструмент. Максим, у тебя микрофон, если что, отключен. Да, коллеги. Соответственно, давайте начнем. Значит, нам поступили данные в виде нескольких файлов. Эти файлы у нас были представлены файлом MS Access, XML и XL. Для того, чтобы загрузить эти данные корректно в платформу, нам необходимо было их привести в тот вид, в котором бы платформа их воспринимала корректно. Напомню, так как у нас отдельного ETL-инструмента, входящего в стандартную поставку, нет, то есть мы сознательно на это пошли, то есть это не было каким-то шагом, что мы это упустили, мы решили сосредоточиться непосредственно на инструменте аналитика, так как, в принципе, на рынке существует достаточно множество открытых инструментов, связанных с ETL, такие open-source проекты, как и Apache, и Reflow, есть и коммерческие предложения, то, соответственно, мы решили, зачем нам, по сути, изобретать велосипед. Мы пошли с упором уже непосредственно в аналитике. Но, тем не менее, мы поучаствовали в разработке такого инструмента, как Extract, то есть это ETL-инструмент, распространяющийся по принципу open-source, то есть вы можете зайти на сайт и бесплатно с GitHub у нас сделать фок этого решения и им воспользоваться. Значит, что он из себя представляет? Сейчас я запущу демонстрацию. Значит, этот ETL-инструмент, по сути, представляет, представляет, ну, возможно, кому-то знакомо, это интерфейс Jupyter Notebook, да, в котором у нас, как бы, точно все основные настройки, которые мы в ETL-инструмент хотели перенести. То есть здесь это возможность, во-первых, использовать возможности Python для работы с данными, то есть преобразования, настройки. Сюда мы это вынесли. И как бы плюс этого инструмента был в том, что он позволяет выполнять код Python не целиком полностью, как он в обычном скрипте выполняется, а выполнять его поблоково, поэтапно, что позволяет нам на каждом шаге смотреть, какой результат получается и контролировать процесс преобразования данных. С виду он, конечно, может выглядеть сейчас немножко сложновато, но, опять же, для людей, которые там знают Python, он довольно просто в своении. И, соответственно, механизмы, которые мы используем при работе обработки данных, они достаточно такие полные. То есть в нем как бы найти там ответ на любой вопрос, там на том же Stack Overflow, просто там погуглить довольно просто. Ну, и покажу, что мы сделали. Значит, предварительно у нас мы загрузили файлы, которые нам необходимо было, с которыми нам необходимо было работать на сервер с экстрактом. Напомню, это файл data.mdb, suppliers.xml, и это вот те основные файлы, которые нам, нас требовали преобразования, потому что у нас там еще была Excel, но она требовала минимум преобразований, поэтому мы ее, допустим, просто из Excel, состоящей из трех листов, сделали Excel по отдельности, где была информация с каждого листа. Ну, в данном случае самая такая интересная была задача это получение данных из файла data.mdb. Что для этого нам необходимо сделать было? Ну, во-первых, в инструменте, ну, в инструменте на языке Python есть очень хорошая библиотека Petal, которая работает с табличным представлением данных и позволяет там очень большие возможности по доработке таких данных. Собственно, мы используем эту библиотеку для преобразования всех тех таблиц, из которых у нас поступают из этих источников. Также у нас есть инструмент Pandas. Это тоже такой инструмент, который нам позволяет довольно гибко тоже работать с таблицами. Есть библиотека SQL-аучами, которая позволяет нам выгруженные, преобразованные таблицы загрузить куда-то в промежуточную базу, из которых мы их потом можно будет просто по обычным SQL-запросам затянуть в платформу. И вот мы еще используем библиотеку Pandas Access. Это библиотека, позволяющая подключаться из Python в, собственно, файл формата MDB, то есть файл Access. Собственно, нашей первой задачей было в данном ETL-процессе объявить импортатив библиотек, чтобы они у нас попали в систему. И, соответственно, дальше мы в переменную записываем тот файл, который мы хотим использовать. То есть файл у нас загружен в файловую систему. Мы запускаем загрузку этого файла, и мы потом можем посмотреть, какие таблицы содержат этот файл путем вывода списка таблиц из этой библиотеки. Дальше наша задача переместить данные таблицы из файла MDB в объекты, которые у нас обозначены как объекты, получается, Петро-библиотеки. То есть мы, по сути, берем каждую таблицу, вычитаем ее из файла и записываем каждую отдельную таблицу в отдельную переменную. То есть таким образом мы выполняем. И дальше мы можем просто выполнить любую из этих переменных и посмотреть, какие данные в эту таблицу у нас пришли уже в виде таблицы. То есть это делается довольно просто. Мы копируем название, и мы можем по очереди там каждую таблицу таким образом посмотреть, и посмотреть, что в ней находится. Также при помощи такого форматирования мы смогли и прочитать структуру XML-файла. То есть у нас загружен был XML-файл с AppLayers.xml. Мы посмотрели его структуру, задали структуру для того, чтобы в Pandas'е создать эту библиотеку. То есть мы выполняем опять же эту структуру. И мы можем посмотреть, как выглядит эта таблица, которая к нам пришла из XML-файла. После того, как мы сделали предварительные все преобразования, выгрузили, то есть достали все таблицы из исходных данных, то есть из Аксесса, из XML-а, перенесли это в такие переменные в виде значений таблиц Pandas'а или Petla, то мы можем просто перезагрузить эти таблицы во внешнюю базу данных. То есть в данном случае вот у нас есть база ETL, настроенная на выгрузку из Vextract'а. То есть сейчас покажу то, что она у нас сейчас находится пустой. То есть таблиц у нас нет. Давайте сейчас вот эту таблицу тоже удалю. То есть у нас сейчас будет здесь целиком и полностью все пусто. Дальше мы просто выполняем подключение к этой базе. И дальше мы можем по очереди выполнить загрузку всех таблиц, которые у нас есть в системе. То есть по очереди выполняем. То есть здесь мы пишем всю разметку, указываем, какие переменные, какие типы данных у нас используются. И, соответственно, все эти таблицы у нас попадают в внешнюю базу. Вот они у нас сейчас. Мы обновимся. И эти таблицы у нас появились со всеми записями. Дальнейший способ работы с этими данными, он может быть построен двумя путями. Мы можем напрямую подключиться к этой базе из базы данных веку, позатянуть данные туда. Ну, и либо мы можем с этой базы выгрузить интересующие нас таблицы в виде Excel-файлов и тоже Excel-файлы загрузить непосредственно в платформу в виде отдельных файлов. Ну, сегодня мы покажем способ, как мы делали загрузку тех файлов, которые мы делали. То есть тут единственное такое важное ограничение, то, что в платформе у нас поддерживается тип соединения таблиц по типу звезда. И здесь есть такой нюанс, то, что у нас есть две таблицы, отвечающие за заказ, orders и order details. И есть таблицы, по-моему, products и категории, с которой требовали предварительного объединения. Ну, опять же, при помощи базы данных мы можем создать эту view, где мы можем сразу сделать view с объединенными таблицами, экспортнуть данные оттуда и загрузить их, либо обратиться к этой view. Вот. Таким образом, для сегодняшнего вот этого демо мы сформировали список из всех Excel-файлов, которые у нас сформированы на основе вот этих таблиц. И Виктория в дальнейшем покажет, как происходит процесс загрузки этих Excel-файлов, которые уже, по сути, обработаны в систему. Ну, и в завершение рассказа про detail-инструмент, ну, в данном случае обработка данных дополнительно на именно там по преобразованию там строк в столбце или что-то в данном случае не требовалось. То есть, опять же, инструмент это поддерживает, и здесь можно спокойно с этим работать. В качестве альтернативы всегда, опять же-таки, вы можете использовать любое open-source решение по DETL, да, то есть там тот же Apache Airflow. У нас у базы данных VKUB есть там огромный подробный API по управлению базой данных, то, что мы можем прямо в самом скрипте DETL процесса тоже настроить все взаимодействие напрямую через API с базой данных, тем самым вообще полностью автоматизируем процесс преобразования и перекидывания данных из источников в базу данных VKUB. На этом, наверное, часть по DETL будет все. То есть я рассказал, как мы преобразовывали данные, как мы их загрузили, и передаю туда слово Викторию. Виктория скажет, как она уже загружала эти данные в платформу, чтобы, соответственно, показать, какие дальнейшие действия там были сделаны. Спасибо, Максим. Александра, это я. Я перехвачу немножко слово. Пока Виктория не начала, мы как раз обратимся к нашим вопросам по части DETL. Как раз у нас здесь три штучки есть. Первый пользователь, Алехин, спрашивает, проводили ли вы тестирование скорости выполнения DETL в данной системе в сравнении с какой-нибудь другой системой, например, ClickView на средних объемах данных? Ну, смотрите, здесь такой нюанс, опять же, скажем, так как, ну, в экстракт, он не входит в стандартную поставку, то есть это такое open-source решение, здесь никаких таких замеров скорости там преобразования не проводилось, то есть это было бы, наверное, уместно, если бы этот инструмент у нас был включен в поставку. То есть, ну, по скорости, опять же, если там брать сопоставление, там, ну, не с ClickView, а, допустим, с тем же Apache Reflow, который тоже на самом-то деле внутри, то есть он имеет визуальный интерфейс, но внутри он тоже построен на питоне, и, соответственно, этот процесс, ну, сопоставим по скорости. Вот. С ClickView тут будет оценить сложно, потому что все-таки у ClickView это решение идет из коробки, и то есть они упорно его разработку тоже, как бы, в определенное время делали. Так же, как, ну, у нас это в стандартную поставку не входит, поэтому здесь такой немножко вопрос открытый, который, ну, по объективным причинам мы тут не оценивали. Спасибо большое. Следующий вопрос. Илья Серяков спрашивает, где хранится вся информация соединения, например, когда качаешь данные с базы данных? Ну, смотрите, если мы говорим о том, что когда мы переносим данные с внешней базы в базу данных VKUB, то данные, которые уже перенеслись, хранятся в базе данных VKUB в формате, ну, все эти данные хранятся в оперативной памяти. То есть у нас база данных VKUB построена по InMemory технологии, то есть все данные хранятся там, вся обработка данных происходит там, и все ответы на запросы тоже происходят там. То есть тут может встать там вопрос по надежности, но здесь как бы у нас есть механизм автосохранения копии снапшота, то есть у нас здесь есть общие рекомендации по проектам делать такое автосохранение копии сразу в моменте после обновления данных, и тогда в этом, во всем у вас получается по нацене как бы работа, и у вас данные хранятся всегда в оперативной памяти, за счет этого, в принципе, обеспечивается быстродействие с данными. И этот же слушатель спрашивает у нас, как автоматизируется данный процесс в части получения данных, конкретно настройка соединения к источнику? Ну, смотрите, если мы рассматриваем опять же ETL-процесс, то это автоматизируется на основе ETL-скрипта и использования нашего API. То есть API у нас доступен в документации, он открытый, он повторяет полностью интерфейсную часть, которая доступна нам в платформе, да, то есть нашего. И, соответственно, там также, ну, в самом интерфейсе платформы там есть такой в самом простом виде представления, но это же ETL-процессом назвать нельзя, там есть планировщик загрузки, где по таймеру можно настраивать периодичность обновления данных. При этом доступ к этому таймеру также есть и через API, то есть на уровне скрипта, на уровне использования API можно тоже этот процесс автоматизировать и сделать его периодическим. Спасибо. Больше пока вопросов нету, поэтому, в принципе, можем... А, нет, подождите, появился еще вопрос. Да, я вижу. Ну, давайте закончу с этим вопросом. А, давайте. Сама платформа может работать в двух режимах, то есть у нас на данный момент базовый режим — это режим NMMR, когда она хранит данные в себе. Он актуален, когда у вас не супер, там, большой объем данных, но в случае, когда там уже речь идет о десятках, там, точнее, сотнях миллионов строк, и у нас есть возможность работы в live-режиме, когда VQ выступает в своей работе в качестве ретранслятора запросов из многомерного в SQL запроса на внешнюю базу, и от нее уже получает ответ. Такой режим работы есть, вы можете его использовать, но он тоже, там, имеет ряд ограничений, потому что он не очень удобен на малых объемах данных, то есть здесь все-таки надо балансировать нагрузку того, что если у вас действительно большой объем, это удобно. Если малый объем, то здесь более правильно использовать NMMR режим, так как мы специально, наша база под это была заточена изначально. Спасибо. Тогда переходим, наверное, к части Виктории. Все, первое слово. Да, спасибо. Отлично. Ну, в процессе, что было немножко интереснее, я показываю вам демо-стенды Visiology, чтобы понимать, какие типы визуализации есть, так как это наша не целевая сегодня встреча, но все-таки вы могли посмотреть, какие дашборды можно строить. У нас есть Distributive Visiology, так как мы являемся официальными партнерами, и все у нас размещено на наших серверах. Сейчас мы находимся на нашем сервере для того, чтобы загрузить данные в базу Викуб. Как вы понимаете, у нас появилось 8 Excel файлов, с которыми мы сегодня будем работать. Сейчас мы находимся на первой панели. Здесь у нас находятся приложения, потоки. То есть если в вашей компании есть несколько отделов, можно на каждый отдел создать отдельный поток, так же, как было в ClickSense, в Tableau и других системах, аналогично файловой системе Windows. И, соответственно, каждый отдел будет видеть только то, что ему полагается. И в рамках отдела могут быть разные приложения и листы. Сейчас я в роли ученик. Давайте перейдем в панели администрирования. Это шестеренки. И выбираю сразу базу данных Викуб. Отмечу, что база данных Викуб одномоментно может работать только с одной базой. Сейчас какие-то общие настройки нам интересуют непосредственно база данных. Здесь можно в общих настройках. То есть если вдруг вы работаете с вторника по субботу, и вам нужны только эти рабочие дни, остальные выходные, это все можно настроить. Также настроить резервное копирование, с какой-то периодичностью. То есть для того, чтобы были архивные версии. То есть для кого-то это очень важно бывает. Сейчас у нас есть база данных. Необходимо создать новую. Для этого щелкаем на три палочки и добавляем новую базу данных. Давайте назовем, как нашу компанию, BI-консалт. Сохраним. Сразу же появилась новая база данных. Каждая база данных Викуб имеет свою структуру. Это план загрузки для того, чтобы настроить полную загрузку, инкрементальную, частичную. То есть можно создавать правила. Права доступа в рамках данного Куба задается отдельно. Общие права мы можем раздавать на разделе основной, но нам немножко другое. Наша основная цель сейчас загрузить наши файлы, которые были сделаны на этапе ETL в саму систему. Для этого нажимаем на загрузчики. Появляется окно. У нас сейчас нет с вами ни одного. Это новая база. Поэтому создаем. Нажимаем добавить загрузчик. Первый файл у нас с вами будет. Это категория. Ограняем наименование. Далее появляется панель, где мы видим наше название, которое мы ввели. Тип загрузчика SQL. То есть если у вас есть койльная база, ее можно подключить. Причем делать довольно-таки все быстро и легко. Несколько шагов. Там выбирайте новое подключение, какой-то текст запроса, его сохраняйте, и он, в принципе, уже будет отрабатываться. Из платформы Visiology можно подключить и SWIF-файл. Причем задать любой знак табуляции. То есть вам не нужно будет этот знак разделитель задавать, каждый раз заходить со SWIF-файл, переделывать. Его можно сделать непосредственно в интерфейсе и загрузить Excel-файл, как у нас сейчас. Нажимаю кнопку «Обзор», и у нас открывается та папочка, где лежат все 8 файлов. Выбираем первую категорию. Чтобы было удобно, я их пронумеровала, чтобы мы с вами в какой-то момент вдруг не спутались. Сохраняем настройки. И у нас сразу становится кнопочка «Неактивная», так как мы сохранили. Теперь можем работать с настройкой структуры. Так выглядит наш файл, который был внутри Excel-файла. Мы сразу видим, как удобно для тех, кто работал с крыльком и с другими биосистемами, что можно строка-заголовка. То есть если у вас идет не первая строка, а второй, третий, то можно, соответственно, задать, какой строки будет загружать. То есть заголовок, не заголовок, из какой информации есть, а вдруг у вас есть пропуски. Что мы видим? Эта информация как раз идет по категориям, которые были внутри. Необходимо создать измерение. То есть мы видим, что это измерение, есть показатели, как мы все знаем. Показатели – это расчетные какие-то величины, измерения – это в разрезе чего мы смотрим. Нажимаем «Создать новое измерение». Мы назовем его категории. Для удобства. Теперь к каждому столбцу нужно привязать значение измерения. Для этого необходимо будет навести на зачеркнутый кружочек и выбрать измерение, которое мы с вами только что создали. Далее необходимо задать тип данных. Тип данных – это назначение, которое находится слева от нашего значения. Мы видим, какие типы данных можно задавать. Сразу скажу вам на будущее, чтобы было интересно. Если вы будете создавать свой домопроект первый, то числовые значения лучше задавать, как длинное целое число. Таким образом, обработка баз данных в векове будет быстрее. Но для нас сейчас можно ставить вещественное число, чтобы было не еще преобразование. Оно у нас выбрано. Такую операцию мы проводим с каждым измерением, которое есть. Если по умолчанию встал правильно, строка текст. Если встает неправильно, необходимо все-таки проверять и выставлять. Для чего это делаем? Если вдруг у вас в дальнейшем ключи будут выставлены неправильно, ну что он здесь, допустим, текст, а в другом файле он определится как числовые значения, то при связке ключ не произойдет и модель не свяжется. Файлы у нас довольно-таки простые, поэтому процесс проходят быстро. Мы создали измерение категории, дали каждому столбцу. Как мы понимаем, что у каждого столбца есть свое измерение? Во-первых, появился цвет. Измерение, которое мы назначили, он имеет свою цветовую плашку, в данном случае оранжевую, и каждый столбец стал у нас оранжевым. Все верно. Мы доверяем, нажимаем «Сохранить». Далее «Загрузить данные». Все, загрузка у нас с вами завершена. То есть файл у нас загрузился. Как мы это видим, что, во-первых, у зеленой строка, что все загружено, и в левой части у нас появилась загрузчика категория. Добавляем следующие загрузчики. Можно нажать также на три полосочки, и сразу здесь появится «Добавить загрузчик», чтобы каждый раз не нажимать заново на новое окно. В этом плане файл все-таки удобный, то есть не файловый, а система видеологи для загрузки файлов. Сохраняем наименование. Делаем стандартную настройку. Когда вначале я говорила про компанию, то есть что важно прописывать техническое задание, техническое проектирование, скажу, что техническое проектирование вообще на этапе разработки экономит до 50 времени, если не более, на этапе разработки. Потому что, как мы знаем, что этап разработки все-таки дорогой. И здесь хотелось бы все-таки экономить деньги, как клиента непосредственно, и так все-таки трудоресурсы человек, который будет внедрять, если вы обратились в консалтинговую компанию. Почему? Условно. Прежде чем приступить к этому проекту, я уже создала проектирование, и я знаю, что мы все таблицы будем связывать по таблице ID, идентификатору. Поэтому я уже спокойненько могу назначать. Если я первый раз буду видеть данные, я их не изучила, не обработала, то мне было бы тяжело что-то делать, так как я видела бы данные первый раз и могла ошибаться. Преимущество системы как раз в таком графическом интерфейсе, что я могу отключить. Напротив каждого измерения показателя есть такая галочка зелененькая, что по умолчанию включаются все столбцы. Отжав ее, я не загружу эти данные в дальнейшую модель и не увижу. Но при этом в любой момент могу вернуться и загрузить их в систему. Тем путем, который мы с вами смотрели, или любым другим. У нас такие тут телефон, номер, факс, им везде данные есть. То есть я считаю, что мне это не пригодится. Сохраняю. Первые три файла у нас с вами довольно-таки простые, поэтому больше такая механическая работа, что необходимо теперь нам каждый файл с вами загрузить. Также задаем новое измерение, загруз отправителя и задаем. Всегда проверяйте, это важно. Даже если вам кажется, что все легко и просто, то все-таки делать. И начинайте с того ключа, который у вас на нотификатор. Если вы в какой-то момент ошибетесь и вдруг сейчас нажмите, допустим, название компании, то в дальнейшем первый ключ по умолчанию будет идти компания, и необходимо будет это выбирать. Проверяю. Все есть. То есть я могу вернуться на этот этап и загружаю данные. Четвертый файл – это у нас уже продукты. Файл уже становится интересным, так как первые три у нас – это были больше такие справочные информации. Здесь мы увидим уже все-таки более сложную архитектуру, которая есть в системе. Продукт ID – это у нас первый раз. Соответственно, тоже нужно создать первый раз новое измерение продукта. Применим и создаем ключ. Проверяем вещественное число. Это его характеристика в рамках справочника, поэтому здесь стандартные действия просто дублируем. Теперь категория. Мы с вами категорию загружали первым справочником, и у нас уже есть измерения, поэтому нам не нужно создавать какие-то новые сейчас измерения, это будет ошибочно, поэтому мы выбираем измерения и из существующих. Открываем список и видим как раз те названия, которые мы называли группу наших с вами измерений. У нас сейчас это была категория. Выбираем категории и ключ категории ID. Остановлюсь, потому что считаю важным. Если бы я просто нажала категории, перешла бы в знак ОК без выбора под выбора, оно бы по умолчанию могло стать тем полем, который был заведен первый раз. Проверяем все вещественное. Дальше. Сап и ради – это у нас поставщики. Так как мы заранее предусмотрели модели, изучили данные, мы знаем, что этого справочника сейчас нет, и нужно создать новые измерения. И создаем его. Соответственно, это у нас с вами поставщики. Применяем. Существенное. И видим, что наш файл, он создает не только, как было все просто из каких-то там измерений, а появились уже какие-то более такие существенные вещи, показатели. Так как у нас это продукты, это более-менее похоже на какую-то спецификацию, теперь нам нужно назначить с вами показатели. Для этого необходимо создать на каждую таблицу свою группу. Дожимаем «Добавить группу показателей» и давайте дадим ей значение спецификации. Дальше. Выбираем показатель и задаем какую-то по умолчанию агрегацию. Допустим, я хочу, чтобы сюда была сумма. Так как это у нас с вами показатель, то все-таки лучше, чтобы оно было как длинное целое число, чтобы в системе это все считалось намного быстрее. Преимуществом является то, что можно переименовать в самой системе уже поле, так как мы хотим. Но это у нас минимальный пакет, который могут отгружать или рекомендуется. Поэтому назовем там NLP условно название. Такие действия мы проводим с каждым. То есть у нас есть юнит кост, это себестоимость. Также переименуем. Показатель у нас задан. Проверяем тип данных и задаем длинное целое число. И, соответственно, есть в поле, как цена по прайсу. Нужно отгружать рекомендуемая цена. Мы изменили, но не задали ей тип. То есть сразу подсказка для себя. Нужно откладывать, что задаем ей. Тип данных. Проверяем. Все данные, которые нам необходимы, они отмечены. У каждого столбца есть свое измерение. Проверяем, что правильно ли. То есть категория, категория. Все правильно привязалось. У нас ничего нет того, что нам помешает в дальнейшем. Нажимаем «Сохранить». И также загружаем данные. Данные загрузились. Пятый файл – это заказы. Заказы в нашем случае – это те же и продажи. То есть то, что мы заказали, необходимо отгрузить или мы уже продали. Сохраняем настройку и переходим в архитектуру. Заказы первый раз мы создали, поэтому также создаем новое измерение и проводим нашу стандартную уже привычную работу. Вещественное число. Продукт ID. У нас было измерение, поэтому выбираем существующие. Продукты. Продукт ID. Обращаю внимание, важно, чтобы был одинаковый тип данных. Дальше появилась «Юнит прайс». Это у нас с вами уже показатель. Также идем, создаем группу показателей продажи. Если вы не хотите так вот нажимать кнопочку «Добавить», еще что-то, можно просто нажать на круглешочек «Показатель», «Сум». И эта панелька, в принципе, вылетит вам автоматически. То есть без нее как-то обойти это не получится. Еще раз, эта группа показателей создается на одну таблицу. Мы сделали сумму и выбираем длинное целое число. Здесь у нас тоже будет длинное целое число. И показатель суммы – это у нас с вами количество продаж. Дискаунт – это скидка. Скидка, как мы видим, имеет все-таки процентное отношение, поэтому для скидки необходимо оставлять структуру типа данных вещественное число. Следующее измерение – «Кастомер IT». Если я вдруг забыла, где у меня «Кастомер IT», я могу просто пойти там, пооткрывать и найти, где он у меня находится. И связать по этому ключу. В этом плане система очень удобная. Что все визуально, необязательно держать все в голове. То есть можно посмотреть здесь или посмотреть свой документ по проектированию, как это задавалось. Эмплоиди мы видим впервые, и поэтому создаем новое измерение. «Кастомер IT» – это «Сотрудники». Естественно, число оставляем. «Отердейт» – это дата заказа. Смотрите, если в ваших файлах будет дата, то есть ее не нужно задавать ни показателям, ни измерению, необходимо выбрать будет дату. Обратите внимание в структуре, которая идет у нас. То есть у нас идет до дня продажи. И, соответственно, в будущей системе я хочу тоже анализировать по дням. Поэтому выбирайте ту дитализацию, на которую я хочу смотреть. Далее необходимо проверить, какой тип данных у нас с вами стал. Система автоматически поняла, что это дата. Не дата и время, не просто время. Для того, чтобы на этапе уже создания дашбордов у вас не было проблем, всегда проверяйте у даты какой формат. То есть сейчас по умолчанию стоит год, месяц, день. Проверяем у нас так же. Если в ваших файлах будет не так, то, пожалуйста, поменяйте. Это очень важный пункт, потому что в дальнейшем у вас пойдут ошибки, если вдруг вы поставите неправильный тип данных. Как вы заметили, что если нет ETL-инструмента, то здесь лучше подходит как раз уже что-то сделать с его, как бы ETL-инструмент купить. То есть, как мы знаем, Vittrax мы бы сказали. Также есть другие, допустим, с Лоджи, но мы в VizioLodger очень хорошо дружат. И, соответственно, можно приобрести его. Там графический интерфейс, и вы будете его использовать. Здесь также длинное число условий, и это у нас стоимость перевозки. Можно воспользоваться открытыми другими технологиями, которые у вас есть, или вы любите работать, уже привыкли, они также подойдут. Сохраняем. Следующий файл, который у нас с вами пойдет, это сотрудники. Хочу обратить внимание. Смотрите, у нас файл по сотрудникам и по офису, он шел как Excel-файл, в принципе, можно было загрузить. Но единственный минус, что у нас есть лист Employee и Office в одном сразу приложении. В таком виде загрузить систему сразу нельзя, потому что система видит только один лист, поэтому мы данный Excel-файл разделили на два. Для того, чтобы не сейчас с вами грузить, сделали это заблаговременно. Соответственно, важно учесть, если ваша структура Excel-файлов имеет многостраничную структуру, то необходимо будет разделить один файл, один лист, который вы хотите видеть в системе. Или хотя бы менять на первое место тот лист, который необходимо загружать в систему. Так, это у нас с вами шестой файл уже идет, сотрудники. И загружаем его. Добавляем новое измерение, это сотрудники. Смотрите, сотрудников мы уже с вами добавляли ранее, и система умная. То есть, если она увидела, что опять идет то измерение, которое есть в системе, то оно не даст ее сохранить. Поэтому нажимаем «Отмена», выбираем наш ID-шник, и измерение уже из существующих, прошу прощения. Даже несмотря на то, что разные названия, можно придать ту структуру, которая нам нужна. Давайте мы загрузим имена сотрудников наших с вами и их должность. Остальные я не хочу загружать, просто нам не нужны будут. Про подготовку данных. Смотрите, у нас с вами есть информация по higher data. То есть, это тоже дата, дата принятия на работу. Но мы ее видим в структуре, как набор чисел цифровой. То есть, для того, чтобы загрузить Excel форму в Visiology, вам нужно сначала поставить на столбце с датой формат тип данных дата в самом Excel. То есть, если там стоит текст или какой-то другой неопределен, то у нас с вами он не загрузится в том виде, и преобразовать в рамках системы мы не сможем. Ну и давайте все-таки загрузим годовую зарплату наших сотрудников. И назовем там заработную плату. Возможно, это такие несущественные вещи, но все-таки я считаю, что их важно сразу узнать и предусматривать, если вы в дальнейшем захотите даже в каких-то маленьких случаях для себя создать и проверить какую-то гипотезу и учесть. Потому что цель наша – это для того, чтобы понимать все такие нюансы, с которыми вы столкнетесь в дальнейшем при работе с системой. И загружаем данные. Следующий файл у нас простой. Офид. Пока я загружаю стандартные файлы, давайте попробуем немного рассказать про структуру. То есть, да, нет ЕТИ-инструмента. Что нужно для того, чтобы развернуть у себя? Визиологи. Есть несколько вариантов разворачивания. Первый и самый простой. Непосредственно вы можете сразу тянуть базу данных VQ. То есть, что в данном случае будет? У вас есть источники данных. Вы будете обращаться к ним. Сейчас, извините, прерывусь. Заметьте, то есть, почему я говорила «Важно обращать на тип данных». Офис у нас определился как строка «Текст», а это все-таки у нас число идентификаторов. Извините. Так, это у нас с вами… Да, это идентификатор, у которого не было ID. Соответственно, нужно поменять на вещественное число. Поэтому важно смотреть на вашу модель, которую вы создаете до того, как пойти загружать данные в систему. Не будем загружать. Таким образом, можно использовать просто базу данных VQ. Если вы знаете, что ваши данные в изначальной системе нормализованы, и вы можете просто их брать как изначальное значение и, соответственно, использовать в работе. Если нужно будет все-таки делать какие-то преобразования, то лучше использовать другую модель. Это уже когда вы берете два сервера, на одном будет установлен постгресс, на другом, соответственно, там условно развернут физиологи, можно делать на одном здесь, как удобно, непосредственно вам, и через ЕТЭН инструменты уже класть нормализованные данные в постгресс или туда сырые, то есть организовывать два слоя данных. Таким образом, не будет нагрузка на вашу систему. Если проект все-таки и количество источников у вас больше, то рекомендуется создать какое-то озеро данных, чтобы хотя бы сырые данные куда-то погрузить, или все-таки сделать ДВХ-хранилище построения. Преимущество хранилищ тем, что вы можете к нему обращаться хоть из Excel-форума, хоть из любой другой. Мы знаем то, что сейчас нагрузили с вами последний восьмой файл поставщики, что у нас с вами уже было это измерение, поставщик. Поэтому находим ключ и подключаемся по нему. И отключим те паря, которые нам неинтересны. Построение хранилища – это такой все-таки сложный процесс. Вы должны понимать, для чего вы это делаете, как бы с полностью структуру. Для этого все-таки большая работа, и здесь тоже без технического задания комплексного не обойтись. Сохраняем. Таким образом, мы с вами загрузили восемь загрузчиков. То есть мы видим их слева. То есть они все загружены, есть в нашей системе. Посмотрим таблицы. У нас с вами отобразилась таблица, которая с вами есть. Так, мы здесь загрузили данные, проверим. Не загрузили. Подсказка в том, что если вдруг загрузка данных на каком-то этапе вы забыли, вы можете по количеству загрузчиков свериться. Так мы видим, что пропустили клиенты. Они появились раз, два, три, четыре, и мы пропустили с вами пятый файл. Да, не идет нумерация, но, по крайней мере, это чисто визуальная проверка, что все ли вы сделали. В каждой таблице вы увидите структуру тех таблиц, которые были, и также можете вернуться к данным и посмотреть их, что же было. Можно переименовать название таблицы, которое было, именно системное название, которое идет в саму базу данных. Измерение, которое мы с вами создали. Можно добавить новый атрибут, и его просто необходимо будет сохранить. И также группа показателей. Есть заработная плата, то есть один из показателей – это годовая зарплата. И у нас самое интересное – это продажи. Что мы с вами видим? У нас есть продажи, есть скидка, то есть мы посчитали сумму скидки. В данном случае это не совсем правильно, но давайте оставим. Мне было бы интересно считать все-таки среднюю скидку, поэтому давайте нажмем кнопку «Добавить показатель». Появилась новая строка. Я ей даю название «Средняя скидка». Далее выбираю показатель, который мне интересен дискаунт, и даю ей агрегацию, что это средняя. Все, отобразилось. Нажимаю кнопку «Сохранить». Посмотрим на поля. То есть логично, что можно посчитать товарооборот. Что для этого я делаю? Товарооборот – это уже расчетный показатель, так как в его расчете участвует несколько базовых. Базовые – это те, что у нас шли из таблицы напрямую. И также нажимаю кнопку «Добавить показатель». Назовем его «Товарооборот». Теперь нужно задать формулу. У нас открылся такой некоторый редактор формул. Есть показатели. Для того, чтобы посчитать товарооборот, нам нужно количество продаж. Щелкаем два раза, чтобы он появился в формуле. Математически ставим знак «Умножение». Умножаем на цену продажи. Умножаем на скидку. И давайте прибавим стоимость перевозки. Все-таки она тоже уходит в стоимость продажи, и клиент ее оплачивает. Обращаю внимание, что внизу есть подсказка, верный ли синтекс у нас или нет. То есть если что-то мы сделали не так, программа нам подскажет, что нужно что-то сделать. И дальше задаем функцию агрегации. Если вот я сейчас хотела сделать, просто сохранить, то мне программа говорит, что не все сделано, и подскажет, какой шаг я пропустила. Выбирайте «Попыгация», пускай будет также у нас с вами сумма. Сохранились. Следующим шагом у нас будет так, как я вам сказала в начале, что VQ может работать только с одной базой данных. Мы назвали ее BIA-консалт. И сейчас нужно системе указать, с какой базой данных необходимо работать. Для того, чтобы задать, необходимо скомпировать идентификатор базы данных. То есть не то человеческое название, которое мы писали, а то, которое техническое имя, и перейти в раздел «Основные». Здесь на сервисе VQ есть поле «База данных». Задаем ей BIA-консалт и нажимаем «Сохранить». Система спрашивает всегда, все ли нужно делать. То есть она спрашивает подтверждение, потому что вдруг мы по какой-то причине сделали это случайно. В следующем этапе мы с вами перейдем в Dashboard Decision. Это приложение, которое необходимо скачать заранее для создания отчетов. То есть вот на любом демо-стенде всегда есть панелька, где скачать Dashboard Decision. Конечно, мы с вами это сделали заранее, поэтому сейчас этот шаг пропустим. Прежде чем перейти к построению дашбордов, если есть вопросы по как раз настройке, какие возможности есть в рамках администрирования, то давайте посмотрим. Спасибо, Виктория. Так, у нас тут много вопросов, мы на них стараемся оперативно отвечать. Но, в частности, вот на один вопрос был про Алиас, что неужели нет возможности настроить Алиас. И мы ответили, что есть в настройках атрибутов. Как раз-таки давай продемонстрируем просто пользователям, чтобы, скажем так, подтвердить. Там, где мы настраивали показатели измерения, вернемся туда. Там, где мы выбирали типы данных. Мало того, что эти поля можно переименовывать под себя, так как нам удобно. Соответственно, чтобы где-то не запутаться, действительно, раз у нас таблицы англоязычные наименования, у нас вот рядом есть колесико такое, вот, например, у нас там цена заказа, да, или количество заказов. Да. Жмем колесико. Так. Нет, я здесь не вижу. Господи. Где же, где же, где же? Максим, может, вы нам поможете? Я не могу вспомнить. Я помню, что это точно было. Там одно поле называлось наименование атрибута, другое поле называлось колонка в таблице. Да. Смотрите, нажмите тут отмена. Вот, допустим, у колонки продукта ID на шестеренку, нажмите. Вот. Вот, да, спасибо. Да-да-да, вот, соответственно, здесь у нас есть наименование атрибута. Мы можем его переименовать под себя. А колонка в таблице, как она называлась, мы можем оставить название из, соответственно, нашего источника данных. Ну, здесь тоже, соответственно, я еще добавлю, то есть наименование именно, вот, как вот поле наименования здесь есть, оно может быть не уникальным. Всегда уникальность должна важна, точнее, должна быть важна для полей, связанных вот с термином идентификатор и, ну, в частности, тоже колонка в таблице. Они тоже должны быть уникальны в базе. Вот. Все именно то, что касается наименования, оно может иметь одинаковое название, то есть эта система верифицирует корректно. И давайте я тут тоже по части вопросов, которые сейчас в чат пролетели, отвечу. При создании формулы учитывается ли функция округления, к примеру, чтобы работать с числами и преобразовывать. Смотрите, тут тоже важно понимать то, что у нас есть несколько способов расчета. Тот, который показала сейчас Виктория на уровне базы данных, он работает следующим образом. Он работает с данными базы в контексте одной строки, то есть здесь та математическая или логическая формула, которую вы пишете, она работает в рамках строки, вычисляется, и потом результат вычисления агрегируется по определенным правилам, которые вы установите. Соответственно, для того, чтобы... Ну, чтобы вы понимали механику работы. Здесь дальше идет вопрос, можно ли производить расчеты на разных уровнях контекста. Такое физически возможно, да, но там есть тоже сейчас ряд ограничений, которые сейчас на текущий момент есть. Вы можете явно в формуле опираться на какое-то значение из значения атрибутов измерения, то есть явно писать там, если значение такого-то атрибута равно тому-то, то мы вычисляем таким-то образом. Если там равно другому, то мы вычисляем другим образом. Такие формулы поддерживаются, и, соответственно, это реализовать можно. По обработке данных тоже там вопрос был. Смотрите, все, что происходит на уровне, все расчеты, которые происходят на уровне базы данных, они рассчитываются по полному значению, которое там происходится. Округление, которое вы делаете для отображения, оно уже происходит на уровне визуала, и оно именно от расчета... Оно опирается на то, что пришло в результате расчета от базы данных, но при этом управление округление вы производите именно на этапе уже визуала. Дальше у нас есть, скажите, что происходит, если внезапно сменился тип колонки или как найти эту ошибку. Смотрите, если это произошло во время работы в дашборд-дизайнере, то есть какая-то ошибка произошла, здесь такой есть лайфхак. У нас дашборд-дизайнер, по сути, содержит в себе встроенный браузер, да, то есть это полноценный хромовый браузер, который у нас обернут вот интерфейс, конструктор отчетов. Соответственно, там можно всегда вызвать консоль, зажав кнопку F12 и перейти в блок консоли, там ошибка отобразится. То есть там в том числе несоответствие типов данных при связи, то есть то, что у вас в одной таблице там целое число, в другой – вещественное число, и, соответственно, вы как-то пытались связать, такая ошибка там тоже отобразится. Отобразится ошибка, если неверный тип данных используется, то есть вы там случайно для часового типа оставили строковый, попытались сделать на основе этого показатель и попытались его вывести. Соответственно, база данных сагридировать это не смогла, но эту ошибку она подсветит и выведет. Соответственно, также все ошибки у нас попадают в мониторинг логирования системы, их там тоже можно посмотреть и, соответственно, здесь сделать. Так, все, что было показано, может делать обычный пользователь или администратор. Так, смотрите, здесь момент такой, что у нас администратором платформы по сути является тоже аналитик. У нас есть деление на бизнес-пользователей и на пользователей аналитика, когда, ну, в контексте того, что пользователь может, ну, с ролью администратора заходить в панель администратора, загружать данные и потом работать в конструкторе отчетов над созданием отчета. Бизнес-пользователь, имеется в виду там кто-то из, там, бизнес-пользователей, получающий эти отчеты, он уже работает с немножко резными правами, то есть он не имеет доступа к панели администратора, он работает с готовыми отчетами. Если ему там важно там превзаимодействовать самостоятельно с данными, для этого у нас есть отдельный инструмент пользовательская аналитика, который тоже входит в поставку, и там он самостоятельно может в таком режиме ad-hoc-аналитики с этими данными работать. Смотрите, поля форматирования, которые у нас представлены, опять же, мы тут не стали изобретать свой какой-то язык, чтобы это было на самом деле доступно большему часу, то есть то, что мы можем там условно там и нагуглить, ну, пользователь самостоятельно может нагуглить или быстро там спросить у нашей техподдержки. Весь синтаксис расчетов, да, и отображение, и форматирование этих расчетов у нас реализован на синтаксисе C-Sharp, то есть там, ну, вот, допустим, мы сегодня показывали пример с округлением, то есть используется вот классическая функция MassRound, которая в C-Sharp округляет значение там до определенного знака после запятой. Вот, и, соответственно, здесь вы можете таким образом эти функции использовать. Так. Вопросов вроде больше не осталось. Спасибо вам большое, Максим. Виктория, продолжаем? Да, давайте продолжим. Порай, пока отвечая на вопросы, я загрузила непосредственно сам конструктор дашборда в видеологии Dashboard Decision. То есть там необходимо залогиниться, соответственно, с теми правами пользователя, которые есть. То есть у каждого человека свой логин, пароль. Открылось окно. Что необходимо сделать? Первое – это создать наше с вами будущее приложение. Давайте не будем импровизировать, но так же, как с вами база данных. Gai Consult. Отлично. Сразу же открывается новый лист. Мы видим новый лист. И давайте переименуем под наш... Вот у нас ключевой показатель эффективности. Ну, условно. Дашбор для руководителя, чтобы он видел, что в компании происходит. Большое внимание на структуру. То есть приложение может быть как одностраничное, так и несколько. Можно создать второй лист и, соответственно, далее и перейти по ним. Наше приложение в рамках текущей задачи будет только из одного листа. Ключевые показатели. Первое, что встает, можно задать ширину, высоту, ну, ширину экрана, высоту экрана, соответственно, цвет. Если вдруг вы хотите подложку какого-нибудь ярко-желтого цвета, то ее можно сделать, и так будет выглядеть в дальнейшем. Ну, я более так привяжу стандартных вещей. Будем делать здесь. Можно настроить масштаб. Автомасштабирование делается. Можно колесиком, как Windows, или с действием плюс, на минус нажимать, вернуться к исходному положению. Можно на глаз. То есть преимущество. В дальнейшем сейчас мы перейдем к визуализации. Можно ставить визуализацию друг на друга, накладывать. Как-то там сверху, по верху график на второй, на третий. Позволяет система. Для того, чтобы масштабировать и располагать объекты, можно сейчас как на белом листе бумаги рисования или поставить сетку. Мне нравится больше сетка для того, чтобы видеть, куда поставила, все-таки ровно, чтобы были все элементы. Что мы сделаем? Давайте первое посмотрим фильтры. У нас с вами есть техническое задание. В нем написано, что для нашего руководителя интересно смотреть информацию в разрезе лет и определенных категорий. Давайте сделаем так, как верхушку, просто стандартную, самую простую. Это добавим с вами фильтр. Для этого переходим на вкладку «Вставка». И у нас есть сразу из коробки доступные визуализации, в том числе и фильтр. Мы настроим его размер. При нажатии на визуализацию у нас открывается справа панель. То есть есть настройки. Можно настроить заголовок, положение элементов, фон. Дальше рамку. То есть, если, допустим, вам неудобно, когда прозрачная, можно отобразить рамку на коричневую по умолчанию цвету. Можно другого цвета. Все, что угодно. Дальше. Привязка данных. Привязать данные можно из таблицы. То есть можно здесь создать таблицу, сразу из нее, допустим, добавлять данные, из питонскрипта, другого. То есть у нас с вами стандартная задача уже все есть в Викубе. Выбираем Викуб. Появляются запросы. Нажимаем «Добавить запрос». Есть кнопочка с группой показателей, без группы показателей. Для того, чтобы все работало хорошо, давайте оставим группу показателей. И нажимаем «Выбрать группу». Здесь не особо имеет значение, какой показатель мы с вами выберем в дальнейшем, поэтому просто выбираем первую попавшуюся. Наиболее значима именно выбор измерения. У нас с вами есть «Ордер дейта», то есть наша с вами дата заказов. Ее возьмем как заведущую. Соответственно, если будет несколько дат, и они связаны, то можно будет выбирать любую дату. И выбираем год. Проверяем. Отобразились как раз и года, которые у нас есть с вами в системе. Дальше. Просто название фильтра неинтересно, потому что непонятно, что за ним кроется. Поэтому переходим в заголовок и меняем текст на год. Можно пойти дальше, создадим буквально 2-3 фильтра стандартными вещами. Допустим, можно пойти опять создать фильтр по проторенной дорожке, добавить его, настроить размер. Давайте все-таки сделаем векоп опять заново, добавить запросы, выбираем группу показателей оперативно. И добавляем измерение из той же орды дейта, пускай будет месяц. Задаем название. Проверяем. Все месяца есть. Что удобно? В Dashboard Decision мы можем нажать Ctrl-C, Ctrl-V, и он у нас скопируется. Появляется как дубликат с пометкой копия. Я перехожу в его настройки. Хочу изменить измерение, которое у нас с вами было. Нажимаю просто кнопочку «Изменить» или «Удалить». Допустим, могу нажать «Изменить» и выберу, допустим, пускай у нас с вами будет категория товаров. Все, изменилась одна категория. Переходим в наименование и переименуем. Далее. Как руководитель, согласно техническому заданию, там была такая задача, что наш руководитель хочет видеть информацию по товарообороту за весь период и за какой-то фиксированный текущий 2007 год. Как мы увидели в данных, есть только 7 лет. Давайте вообще посмотрим, чтобы понимать по данным, какая же есть динамика. И добавим, допустим, гистограмму настроим. То есть для того, чтобы добавить визуальный элемент на страницу, необходимо на нее просто щелкнуть, и она отобразится. Далее можно разместить ее, то есть так, как нам удобно, хочется, располагаем на экране. И переходим к нашим настройкам. То есть всегда начинается с привязки данных. То есть нам нужно видеть данные, которые мы хотим добавить. Всегда добавляется запрос. Выбирается та таблица фактовая, которая нам с вами необходима. В нашем случае это в продажах. Находится показатель товарооборот. Далее необходимо добавить. Я хочу видеть сразу информацию по всем годам. Добавляю измерение. Код. Детализацию. Все, визуализация у нас построилась. Как вы видите, делается это все легко довольно-таки 2-3 шага, и визуализация у нас с вами построилась. Можно сделать сортировку на уровне данных. То есть просортировать, и мы видим, что мы будем видеть самые прибыльные года, то есть когда шел оборот самый большой. То есть он стал. Можно наоборот по уменьшению, но для нас важно все-таки, чтобы шли названия по порядку. Сразу сделано стандартное наше переименование. Это у нас товарооборот по годам. Закрыто. То есть можно отображать, можно убрать его, можно задать высоту нашему заголовку, уйти в более гибкие интересные настройки, легенду. Но у нас, так как с вами только один показатель, давайте уберем показатель отображения легенды. Я хочу, чтобы у нас все-таки были с вами подписаны все данные, потому что наводить на каждую мне визуально неинтересно, и мой начальник точно не будет это делать. Поэтому я просто добавляю в подпись точек. И хочу, чтобы не было перекрытия, если вдруг такое возможно, эту функцию можно отключить. Для меня вот 14-й шрифт, честно, немного мелковат. Я хочу увидеть все крупно-высоко, 22-м, и, допустим, могу у вас ставить там ареал настройку текста или поменять на другой тип шрифта. Цвет текст составим по умолчанию. Смотрите, стало все-таки темно, сразу видно. Дальше подписи можно также поменять, то есть чтобы у нас года 2007-й, другие были покрупнее, можем задать также размер. Я привыкла к зарубежным системам и биосистемам, и поэтому мне интересно не просто смотреть фактические таблицы, а провалиться и увидеть что-то за ними дальше. Давайте создадим с вами drilldown некоторый. Для того, чтобы его в дальнейшем увидеть, необходимо использовать drilldown, перейти в кнопочку, и перейти дальше в привязку данных, добавить измерения, которые мы хотим с вами увидеть. Пускай это будет год и стандартная простая визуализация месяц. Все, отобразилось. Как это работает, мы смотрим, нажимаем, видим, что в 2017 году у нас было всего лишь 7 месяцев продаж. И путем там кнопочки, которая была, то есть сейчас повторю, назад мы можем вернуться и, соответственно, на тот уровень выше, который был. Можно играть до бесконечного, добавлять измерения, можно вплоть до даты, которая у нас с вами была, и провалиться. Обращаю внимание, что если, допустим, вы можете пойти обратным путем, сначала построить три измерения, потом перейти и поставить функцию drilldown, но чисто визуально вам будет непонятно. Если я сейчас уберу, вы увидите, что все на себя наложилось, и вы не понимаете, как структура отобразилась. Поэтому мы сразу делаем такие настройки. Давайте добавим все-таки товарооборот. Все мы выведем с вами по месяцам. Такого показателя, как API, у нас с вами нет, но есть изображение, визуализация. И мы на ней будем сейчас с вами добавлять показатель. Для того, чтобы сделать его, отображать на нем цифры, нам необходимо в заголовке перейти, и заменить значение текстовое, чтобы это было числовое. Для этого используем функцию... Далее переходим к привязке данных. Также выбираем V-Coup наш и добавляем запросом наш тоже товарооборот. Так, секундочку. Добавили показатель. Максим, мне нужна твоя помощь. Почему-то мы сделали вроде бы все правильно, но значение не появилось. Я правильно понимаю, что на уровне модели, значит, есть ошибка? Хотя товарооборот у нас здесь есть. Или в чем может быть причина? Так, Максим, видим, у нас куда-то отошел пока. Но продолжим тогда пока другие элементы. Позже вернемся. По умолчанию у нас нет связи между собой элементами. То есть фильтр, если я вот сейчас выберу с вами просто седьмой год, то ничего не произойдет. Это все нужно будет настраивать. Рекомендую делать настройки в конце всего. Для того, чтобы один раз все настроить между собой визуализацию по тому типу, который нам с вами нужен. Береги, меня слышно. У меня почему-то звук пропал с микрофоном. Сейчас постараюсь наладить. Все, я вас слышу. Максим, ты с нами? Ну, хорошо, пока Максим налаживает свою связь. Давайте выведем, согласно техническому заданию, то пять категорий, которые наиболее приносят от всех больше оборота прибыли нашей компании. Выразим ее в линейчатой диаграмме. Настрой примерно, чтобы это у нас с вами выглядело красиво. Перейду в привязку данных. Выберу с вами базу данных веку. Опять нажмем «Добавить запрос». Можно выбирать разные показатели, просто для того, чтобы сейчас было все-таки красиво все в едином виде, мы работаем только с товарооборотом. Категорию. Нажимаем как раз вот «Сортировку», чтобы от большего к меньшему. И я хочу видеть только топ-5 категорий. И давайте переименуем. Мы переименовали. Теперь нужно сдать лимиты. То есть я хочу видеть только 5 первых значений. Изменила. И, соответственно, теперь по строкам я вижу только первые 5 топов значений, которые у меня с вами есть. Можно добавить подписи данных, но мы не хотим на данном этапе. И давайте в дальнейшем я захочу посмотреть, кто в каждой категории приносит большую долю продаж по сотрудникам. При выборе измерений у меня открываются только те измерения, которые доступны для связки с данным показателем. То есть если бы мы сейчас выбрали бы другой показатель, допустим, заработную плату, то мы бы не увидели этого. Так как они с продажами, допустим, категории не связаны. Модель строится в данном случае по типу звезда. И давайте добавим еще просто по товарам, пускай будет для красоты визуализация у нас, топ-5 продаж по товарам. Стально. Так, минуточку такой момент. Меня не слышно? Да, мы тебя слышим. Все, отлично. У меня почему-то пропал звук, и ни от вас не шел, ни от меня не шел. Так, если что, я там готов по value потом подсказать. Скажи, что готова будешь. Да, конечно. Сейчас мы здесь просто сделаем, чтобы можно было видеть. Преимуществом видеологии является то, что очень гибкие настройки. То есть мы уже с вами посмотрели, что можно цвет, шрифты менять, сделать более как-то красивые, глубокие настройки по цветам. Также можно задать настройку именно до... Сейчас, секундочку. Сразу зададим. И включим сфотировку. Уберем легену, чтобы она нам с вами не мешала. И скуроем настройки. То есть можно настроить... Вот сейчас нам не нравится зеленый цвет, можно спокойненько пойти, поставить какой-то другой цвет. Там, допустим, рамку тоже добавить, фону визуализации. Там вот тоже цвет выбрать или картинку. То есть это все очень гибко, и можно, причем, в дополнительный, как в PowerPoint, выбрать оттенок. Можно задать его форматом, то есть любым удобным способом для вас. Значит, сейчас у нас будет пускай стандартное все в таком виде. Потому что приятненькое и зелененькое. Максим, у нас возник вопрос, то, что я вроде бы сделала все правильно, но у меня не работает. Так, а перейди на вкладку «Привязка данных». Нажми кнопку «Просмотр данных в виде таблицы». Мы посмотрим, действительно ли к нам сейчас приходят данные. Вот в самом низу. Да. Данные приходят. Так, тогда закроем и перейдем на вкладку «Давай дополнительно». Так, тут у нас тоже ничего нет. Так, а в настройках... А, ну, правильно, потому что ты какой виджет использовала? «Текст». Так, точно «Текст», потому что... Так, положение элемента... Ой, кстати, возможно, нет. Да, ты использовала изображение. Все, понятно. И ты поменяла в заголовке, а не в настройках текста. Сейчас вот если в тексте сделаешь, все будет корректно. Ну, можно было, да. Можешь нажать «Ctrl-Z». Сейчас я тебе покажу, как проще это можно сделать. Перейди на вкладку «Главное» и заодно покажем коллегам сверху. «Как менять тип виджет». Вот сверху есть рядом с кнопкой «Удалить», кнопка «Тип виджета». И выбери здесь текст. И, соответственно, теперь в настройках текста в виде собаковые ли у тебя отобразится. Это просто удобно, когда не надо будет заново настраивать привязку данных, а она у нас осталась, и можно без труда просто сменить виджет, не теряя ее. Действительно, очень удобно, что не надо там работать, если который ты сделал, заново начинать. И причем при подборе любой визуализации просто поменять и посмотреть, как твои данные будут сейчас на нем лежать. Здорово. Итак, что мы видим? Все замечательно. Мы поправили. Мы видим оборот за весь период. К сожалению, в данном виджете нельзя добавить там второй KPI или даже подписать данный элемент. Поэтому нам нужно будет создать еще один виджет. Но вот я даже сейчас смотрю, мне не совсем нравится то, что... Ну, как-то есть очень много знаков после запятой. Для этого необходимо будет использовать функцию Match Round. Я заранее сделала себе заготовочку, чтобы сейчас не писать формулу в режиме онлайн. С вами долго там скобки, не скобки. Вводим также, где мы с вами вводили валы, просто в текст нашу формулу и с тем типом данных, которые хотим видеть. То есть, соответственно, тысячная и так далее. И давайте настроим шрифт, чтобы это было все-таки покрасивее. Это у нас с вами KPI, главный показатель. Он был крупный. Так как мне все-таки будет не совсем удобно, что это такое, я добавлю текст, график, и подпишу, что это все-таки у нас товарооборот. Мне так будет удобнее смотреть, что это такое есть. Сокращение сделаем. Также выберем шрифт 48-й. И они как бы более-менее симпатичны. Также, согласно заданию, мне было интересно смотреть оборот сразу только за 2007-й год, что для этого я делаю. Давайте скопирую товарооборот, напишу 2007. Чтобы чуть-чуть было различия, хочу выбрать другой цвет, пускай это будет такой темно-синий. Человек, я ленивый, люблю больше копировать, вставлять и использовать уже готовые визуализации, а не строить все с нуля. Мне кажется, так делают многие, чтобы экономить свое время. У нас есть оборот по всем. Теперь необходимо сделать фильтр. То есть здесь все-таки намного легче. Не нужно будет прислать какую-то формулу. Мы просто идем в кнопочку «Привязки данных», «Добавить фильтр» и, соответственно, выбираем фильтр, который нам нужен. Это год. У нас отобразился. Дальше есть сортировка. И в рамках сортировки я просто ввожу тот год, который мне нужно с вами выбрать. И все. У нас с вами отобразился. Формула, которая там через матч-раунд, она уже сохранена. Она применилась автоматически к нашему виджету. И, соответственно, мы проверяем данные. Да, действительно все совпадает. И так же сделаем цветом другим. Следующее, что интересно, это все-таки, ну, все здорово, мы посмотрели, какой оборот в общем, какой сейчас. Но я не понимаю, прирастаем ли мы к прошлому году или все-таки там падаем. Какая динамика? Сделаем стандартный небольшой лайк-флайк-аналитику. Для этого я также давайте создам наш фильтр «Текст», который был на дашборд. Секундочку. Можно не делать, как бы она все равно стоит, только верхний угол. Ну, все-таки сделаем чуть-чуть красоту, постараемся. Сейчас добавим нашу с вами переменную. Матч-раунд, так как мы знаем, что нам уже с вами изначально нужно значение. Функция пока это 0, да, как-то значение. И нажимаем «Привязать данные». Все так же используем базу V-Coup. Стандартно нам нужно оборот седьмого года разделить на оборот с шестого. Сразу помним то, что у нас с вами продажи в 2007 году есть только за семь месяцев. Соответственно, мы должны сравнивать семь месяцев к семи месяцам. Создали. Дальше. Нам необходимо настроить период. Для того, чтобы именно аналогичный период к аналогичному периоду прошлого года сравнивался, выбираем диапазон по датам. Нашу order data поле, которое определено автоматически. Если у ваших данных будет больше данных, то необходимо будет, соответственно, это изменять. Выбираем тип «Относительная дата», «Пользовательский формат», «По году». И здесь нужно понимать, так как у нас данные все-таки исторические, и это 2007 год, то необходимо от 2002 года вычесть 2007 год. Это получается минус 16. И, соответственно, здесь будет у нас с вами начало периода. И нужно, соответственно, сделать до какого. Тоже «Относительная дата», «Пользовательский режим» и минус 15. То есть так как мы идем назад, это нужно, соответственно, сделать там минус 15. Здесь будет текущий период, сохраняемся. Отлично. Мы с вами добавили информацию только лишь по первому показателю. Настроили все. Но нам нужно все-таки сделать деление. Поэтому мы дублируем наш запрос. У нас выходит информация, что у нас с вами два поля с одинаковым показателем. Да, действительно. И система не воспримет это таким образом. Поэтому мы удаляем наш товарооборот. И нажимаем кнопочку «Добавить расчетный показатель». Также идем в нужный нам с вами показатель товарооборот. Даем ему название, пускай будут продажи 2006 года. Все у нас правильно. И сохраняемся. Тогда наша система с вами воспринимает все, как и должно быть. Переходим в настройки. И шестой год – это у нас все-таки минус 16. Правим. И так, тут делаем тоже минус 16. Я вижу, что у нас здесь летела настройка, когда мы с вами дублировали. Важно, чтобы минус года, если мы делаем лайк-в-лайк, они совпадали. Можно сделать смещение по месяцу, по неделе, по дате. То есть любой уровень детализации, который вам нужен. Отлично. Добавили. Теперь нам необходимо с вами создать расчет. То есть понять, для того, чтобы получила лайк-в-лайк, необходимо седьмой год разделить на шестой. Переходим для этого во вкладку «Аналитика» и нажимаем кнопку «Добавить расчет». У нас с вами появилось те два поля, которые мы создавали в рамках запроса. Это продажи за седьмой год и шестой. Есть название столбца. Назовем это у нас с вами будет «Дельта». Или «Дельта». Давайте сразу лайк-в-лайк назовем. Необходимо написать формулу. Что удобно и мне понравилось. Для того, чтобы написать формулу, мне не нужно знать, как называются таблицы, перепечатывать это поле. Можно просто зажать кнопку «Центру». у нас появляется. И мы дальше математическим действием делим на продажи 2006 года. У нас образовался с вами, то есть мы видим 96 и умножаем на 100. Для того, чтобы получилось процентное значение. Дальше переходим на вкладку «Дополнительно». Нажимаем кнопку «Фильтровые столбцы» и нажимаем «Настроить». То есть мы сейчас таким действием задаем, что у нас должно отображаться на виджете. И «Окей». Таким образом, мы с вами видим то, что сейчас к прошлому году 96,27. Если мы вернемся, там сделаем минус 100, то мы увидим, что условно сейчас мы к прошлому году падаем на 3,73%. Давайте перейдем на настройки. Сделаем все в едином стиле, что это также, пускай будет 48 размера, шрифт и падение. Так как у нас есть простое свободное место, давайте уж добавим самый простой, там среднюю скидку, показатель. Он нас много времени не займет, но будет все-таки информативный, красивый для дашборда. Здесь меняем просто показатель наш с вами на размер скидки, среднюю скидку. Так, сейчас мы это поправим. Это сделано с тем, что у нас нет количества знаков после запятой. Как мы помним, количество знаков после запятой у нас не было предусмотрено в этом дашборде, но, соответственно, есть формуле где 3,73. И просто ее сейчас скопируем, ставим на среднюю скидку. И у нас отобразится, что средняя скидка составляет 6%. Для того, чтобы пропала вот на с вами нижнюю часть из аналитики, нужно просто перейти на любую другую вкладку. Принцип, в принципе, понятен. То есть, как строится визуализация. Давайте сделаем два буквально виджета для того, чтобы просто выполнить техническое задание, которое хотел видеть наш руководитель. Это аналитику по своим сотрудникам. То есть, он хотел у нас видеть с вами продажи по сотрудникам. Это в рамках более-большего понимания, какие есть возможности у визуализации. Что я хочу видеть? Также в запрос добавляем наши продажи. Пускай это будет товарооборот. И хочу добавить, видеть товарооборот по годам. То есть, я могу сразу же добавить не одну линию, а хочу, чтобы у меня был красивый график в несколько линий. Поэтому выбираю здесь год. Я вижу динамику по годам. И, допустим, хочу здесь видеть в разрезе сотрудников. Ой, смотрите, не очень красиво получилось, но мы понимаем, что есть функционал. Давайте попробуем поменять. Все-таки это у нас делается с вами легко. Тогда удалим здесь и заменим здесь на год. Таким образом, мы с вами увидим, как каждый сотрудник продавал в течение каждого года. То есть, растет он, не растет, или есть какие-то другие изменения. Все, я вижу, что Джон, в принципе, серым цветом, это у нас товарооборот 2007 года, последний. В принципе, мы прирастаем год к году практически все. Дальше добавляем наши с вами подписи данных. То есть, видите, они перекрываются, поэтому необходимо запретить. То есть, когда стоит галочка, вы разрешаете, когда убираете, вы запрещаете. И можете задать там другой шрифт, чтобы было более читабельно, покрупнее, ну, из общей динамики не выбивалось. И видите. И давайте посмотрим последний тип визуализации. Тоже сделаем его как график, но с другим измерением. Сколько получают наши сотрудники? Что нужно для этого сделать? Сделаем немножко даже сложную систему, когда мы используем два типа фактов. То есть, мы делаем простые визуализации, один тип факта, там разные измерения попробовали. Но посмотрим, что сделать, если, допустим, мы посмотрим, как наши сотрудники, какую заработную плату получали в течение года. Добавляем измерения в разрезе сотрудников. То есть, заметьте, я говорила вначале, что вы видите только те измерения, с которым связан данный показатель. То есть, если вы вдруг на этапе разработки увидите, что этого нет, поэтому нужно будет вернуться на этапы раньше, посмотреть, где вы ошиблись при проектировании, при разработке. Видим информацию. Давайте сразу добавим подписи точек, запретим перекрытие, приведем к единочтению. И мне вот стало интересно. То есть, отлично, у нас есть средняя скидка 6%. Мы видим продажи по сотрудникам в разрезе категории, в разных детализациях. Но мне бы хотелось посмотреть, а за счет чего продают. То есть, за счет скидок идет у нас такой рост продаж или как идет работа. Поэтому я нажму «Добавить еще один запрос». У меня сразу стало пусто. И выберу другую группу показателей из наших продаж, и пусть это будет как раз размер скидки. Выберу среднюю скидку, то есть, которую они дают. И добавим тоже измерения, это будут сотрудники. То есть, видите, здесь уже у нас с вами скидка. Это фактовая таблица продаж, и вижу намного больше измерений, доступных для выбора. Сразу отобразился на ней у нас внизу, то есть на график. Все настройки, которые мы делали там по отображению и далее, мы сразу здесь видим. К сожалению, нажав на график, изменить название нельзя, только в разделе настройки поменять. То есть, ну, пускай здесь будет у нас динамика просто. Таким образом, мы с вами собрали наш дашборд «Ключевые показатели эффективности». Важной функцией является его также сохранять. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Ну, вот просто проверим, все ли работает. Если мы нажимаем на женскую одежду, то мы видим детализацию, возвращаемся назад, но ничего, ни с чем не играет. Я сделала акцент вначале, что это необходимо настраивать. Поэтому нажимаем на привязку данных, выбираем виджет. Ну, допустим, топ-5 товаров, и вижу, с какими фильтрами может он влиять. Важно в Visiology, что настроить связь, допустим, сейчас я поставлю, что топ-5 фильтров, топ-5 товаров должны работать со всеми визуализациями. Что у нас получилось? То есть, допустим, я нажала «Платье холдер», и у меня все перестроилось. Ну, вот, допустим, сейчас я буду настраивать топ-5, и мне уже топ-5 товаров будут недоступны. Что это значит? То, что здесь связь работает только в одном направлении. То есть обратно нельзя. Ну, сейчас я вам продемонстрирую. Допустим, я вырубала женская одежда, но у меня остались мужские ботинки. То есть в данном случае связь не работает на эти топ-5 товаров, потому что главным является данный тип визуализации. И данное действие необходимо сделать там с каждым, продумывать связи, как это должно быть. Поэтому все-таки рекомендую закладывать время на то, чтобы написать правильное техническое задание. Все-таки сделать все грамотно, проработать в начале, вместе с вашими коллегами на входе и проработать. Сделаем просто, чтобы уж играло, допустим. Здесь оставим динамику, чтобы с ней не было зависимости. Идем так же, сохраняемся. Просто интересно, что получилось у нас на выходе. Мы видим то, что по зарплате у нас, видим то, что сотрудники есть, которые применяют скидку всегда, есть те, которые не применяют. Но, возможно, они и не продают. То есть какие-то другие сотрудники, мы их не ограничиваем, так как у нас не было там такой возможности. Я вижу то, что у нас есть с вами Джоанн, сотрудник, который получает 120 тысяч и чаще всего применяет скидку 7%. То есть у нас с вами стояла задача понять сотрудников, которые продают за счет скидок. Вижу, что у него самая большая средняя скидка по компании за весь период, и при этом оборот, который он дает, самый низкий. Вот у меня сразу как у руководителей бы стал вопрос, почему он продает мало, а плачу я ему такую великую зарплату высокую. Причем основные его продажи он делает только за счет скидки. Аналогичная ситуация у нас есть по Эрику, можем посмотреть, как работает Эрик, тоже низкие продажи, высокая зарплата. Соответственно, сразу можно идти, посмотреть уже дальше, почему такие были такие события, за счет чего я зарплата, или за прошлых периодов, или как. И при этом вижу, что мы сотрудника Лейф никоим образом даже не оцениваем. То есть он получает всего 65 тысяч, дает маленькую процентную скидку в 5%. По годам у него хорошая динамика, мы видим. То есть он продает и одежду, причем там и платье-холдер, которое у нас было в 5 товаров, но мы его как-то пропускаем. На каждой визуализации есть свой фильтр для того, чтобы его удалить. Соответственно, тут также можно выбрать год и поиграться. Сделать так, соответственно, уйти в детализацию и смотреть. Мы создали с вами в рамках технического задания первый дашборд, который был необходимым создать, дашборд руководителя. Теперь осталась небольшая задача, это опубликовать его, сделать доступным. Сохраняюсь еще раз, чтобы все мои настройки были доступны. И возвращаюсь обратно к браузеру, к там, где была у меня панель администрирования. Панель администрирования идет непосредственно только в рамках браузера, то есть десктопной версии здесь нет. Выбираю раздел «Портал», «Публикация», нажимаю «Добавить новый раздел». Пускай у нас будет один раздел, переименуем его, назовем «Биаконсалт». Можно выбрать картинку какую-то, задать, чтобы у нее было… То есть если это отдел, допустим, встречается продажа, пускай будет динамик продажи, у финансов это будут какие-то монеточки, и нажимаю «Добавить дашборд». Добавить дашборд, в данном случае, это приложение. Поэтому у нас с вами был «Биаконсалт», мы его находим, выбираем, нажимаем «Применить» и сохраняем. Далее вернемся на первую страницу. То есть давайте посмотрим, как это все-таки выглядит, что у нас с вами получилось. У нас есть с вами вот появилось приложение, то есть есть какое-то приложение продажи, есть «Биаконсалт». Все сразу опубликовалось, и нажимаю на него, она сейчас загружается. Причем отмечу, что мне понравилось, допустим, что в режиме реального времени, если я буду здесь что-то менять, ну вот, захотела, допустим, давайте цвет попробуем поменять. Так, настройка серии, подписи. Ну, давайте верну подпись, это быстрее будет сделать. И сохранюсь. То есть здесь при обновлении у меня сразу же отобразятся подписи у визуализации «Товарооборот по годам». Так, я не сохранилась, я ее не добавила. Прошу прощения, потому что я не вывела легенду. Мне необходимо было легенду добавить. Подписи у меня были изначально. И давайте изменим ее шрифт на 10-е, допустим. Сохранимся. И пойдем. Все, легенда у меня появилась. То есть если вы будете разрабатывать в режиме онлайн, это будет удобно. Резюмирую кратко, то есть хотелось бы сказать, что вот мы с вами проверили тест-драйв физиологи. Мы понимаем то, что у системы нет своего ETL-инструмента. Есть несколько вариантов, как можно обойти данную. Так сказать, это не минус, но все-таки особенность платформы. Можно делать напрямую данные, тянуть из вашей базы данных векуп и обрабатывать уже непосредственно в модели. Если данные более-менее обработаны и не нужно делать ними трансформации, можно взять Postgres и другой ETL-инструмент с открытым исходным кодом Vitrax или Legenum, там, где не нужно знать язык программирования, работать. Если у вас есть уже какая-то база данных, допустим, Vertica отлично работает, VideoLogic, ClickHouse, то вы можете поверх нее положить систему и работать. Потом визуализировать. Векуп обеспечивает у нас режим InMemory, то есть он хранит данные у себя как в неком горячем слое, поэтому все у нас довольно-таки быстро работает, обображается любой там трилл-даун. Все расчеты базовых и каких-то расчетных показателей происходят у нас с вами на лету. Перестройка всего. Для построения и проектирования лучше сразу для построения дальнейших дашбордов и разработки проходить проект правильно, формировать все-таки техническое задание, не пропускать это проектирование системы и, соответственно, делать все согласно тому, какие были изначально требованы для того, чтобы в дальнейшем бизнес-заказчик был довольный. Я предлагаю перейти к формату вопрос-ответ, потому что основную задачу, на которой закрывалась в рамках вебинара, мы с вами реализовали. Спасибо, Виктория. Потрясающий дашборд. Мне понравился. По поводу вопросов-ответов. Мы, конечно, постарались здесь практически все вопросы закрыть в формате за кадром, скажем так, но, наверное, я бы попросила Максима чуть подробнее осветить вопрос, который прямо здесь такой красной нитью шел через все вопросы. Это касаемый условного форматирования, да, и какой-то цветовой индикации, и второй тоже часто задаваемый, прям явно такой полезный инструмент, который все хотят, это переключение не только фильтров, да, но и измерений. Да, конечно. Смотрите, по поводу условного форматирования. Значит, это такая очень... Да, посмотрю по чату. Актуальный вопрос, актуальная тема. Значит, с условным форматированием мы пошли следующим образом. То есть, там, многие спрашивали, как-то выбирать, там, допустим, из выпадающих списков или еще чего-то. У нас на данный момент оно реализовано путем написания таких изготовленных формул. Так, я сейчас расшарю экран и покажу, как это у нас выглядит. То есть, у нас, напомню, есть документация, она открыта, вы можете к ней обращаться. Есть раздел интерактивные отчеты дешборда, есть раздел визуальной настройки свойств виджетов, и здесь есть подраздел продвинутый форматирование свойств виджетов. В этом разделе у нас описано все, что связано с условным форматированием, причем у нас реализованы и примеры, которые вы можете просто взять, открыть там соответствующий тип виджета, которым вам интересен, посмотреть, какие примеры у нас реализованы, отсюда скопируете, вставите себе в проект, и это будет работать. Соответственно, в каждом из примеров описаны, какие параметры мы можем менять, какие условия мы можем накладывать. Соответственно, здесь есть вот, допустим, у графиков есть управление значениями осей, есть значениями в точке данных, цветом и так далее. Таким образом, мы можем настраивать какую-то логическую историю по подсветке значений. Аналогичные примеры у нас там реализованы для круговой диаграммы, для таблиц, особенно вот на примере сводных и плоских таблиц. Здесь самое максимальное, наверное, количество переменных и возможностей условий, которые мы можем написать. То есть мы можем писать условия там для конкретного столбца, для пересечения конкретного столбца ячейки там конкретной, по конкретному диапазону. То есть мы можем в этом плане Максим, вас не слышно. Да, видимо, вновь какие-то проблемы со звуком. Ну, пока Максим настраивает, то есть очень гибкие настройки, то есть можно задать любой цвет, тип, пойти от этого. Также, если вы знаете язык Java, то есть мы немножко впустили, так как не было основной задачи показать, какие типы визуализации можно делать, то можно, то есть на Java Script дописать любой тип, можно подключить любую библиотеку. То есть как по шрифтам, как по визуализациям эта система, в принципе, позволяет. Виктория, тут вопрос есть от пользователя касательно твоего дашборда от Сергея. А для чего мы настроили верхние три фильтра год-месяц-категория? Их мы настроили просто как фильтры. То есть если мы сейчас с вами, допустим, выберем месяц, февраль, то есть у нас на те плашки, где мы показали роль, то есть мы видим товарооборот за февраль месяц, сколько было в феврале, то есть всего можем выбрать год и увидим в шестом году, сколько это было, то есть какая-то дельта к прошлому году. Это стандартные фильтры для работы. То есть наши виджеты просто перестраиваются динамически при выборе фильтров, правильно? Да, да. То есть не так, то есть сценарии же многообразные, именно работы с визуализациями, то есть можно выбирать отсюда, куда здесь будет все перестраиваться под шестой год. Но кто-то привык именно стандартным путем идти, что ему нужен фильтр, он хочет выбирать, смотреть, то есть идти таким более сабтековским, стандартным путем, а не селс-сервис-аналитикой. Так, коллеги, меня слышно? Сейчас, да. Да, вернулся. У меня просто почему-то периодически отваливается звук. Смотрите, тут тоже очень было много вопросов, связанных, вот как вот последний, допустим, с примерами, когда мы хотим кликнуть по какому-то визуальному элементу и провалиться либо на другой виджет более детально, либо на таблицу. Здесь у нас подход такой. Мы, ну, еще раз напомню, то, что в качестве такой визуальной составляющей у нас основная технология построена на, по сути, встроенном веб-движке, и, соответственно, здесь нам дается возможность использовать любые внешние JS-библиотеки для кастомных визуализаций и в том числе для кастомных таких переходов. То есть, опять же, на... Если мы рассматриваем, там, реализацию проекта при помощи, там, партнера, да, то есть, вот такие как BI-консалт, в штате, там, реализации проекта обычно всегда существует какой-то... Ну, обязательно существует JS-разработчик, который такие вещи решает, и при помощи них у нас реализуются вот эти вещи. У нас, опять же, есть большой JavaScript API, который позволяет кастомизировать не только, там, добавление новых виджетов, но и кастомизировать поведение существующих виджетов. То есть, какие-то настройки в интерфейсе явно не вынесены, но они у нас существуют в нашем API, и их тоже можно использовать как такие точки расширения функционала, точки, при помощи которых мы можем делать дополнительную логику и, соответственно, делать отчет наиболее таким уникальным представлением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА